как определить достойного мужчину для отношений большинство ответов будет это я почувствую мое сердце определит моя интуиция подскажет но это не может быть единственным критерием и так сложно найти мужчину которому есть хоть какие-то чувства потому что достойный мужчина в принципе может быть он достойный но не подходить именно вам привет меня зовут ярослав самойлов я дипломированный психолог магистра психологии и прежде чем мы перейдем к этой теме прямо сейчас традиционно ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца в этом видео мы не будем разбирать стандартные признаки критерии достойного мужчины ну например такие как мужчина должен быть ответственный целеустремленный надежный чувственные романтичны и так далее в этом видео хочу поговорить об этой теме с другого ракурса потому что достойный мужчина в принципе может быть он то достойный но не подходить именно вам и поэтому мы будем разбирать в контексте любой женщины как ей определить не просто достойного мужчину от достойного мужчину именно для вас именно для тебя именно для конкретной девушки или женщины если спросить большинство девушек или женщин как ты поймешь ты мужчина тебе подходит как ты поймешь что он достойный для тебя большинство ответов будет это я почувствую мое сердце определит моя интуиция подскажет мои бабочки в животе как-то будут об этом сигнализировать и обычно такие ответы особенно часто мы можем услышать у молодых девушек и женщин особенно там 18 20 до 25 лет до 30 лет часто мы будем слышать такое определение что самое главное чтобы сердце что-то почувствовало да ведь если я не чувствую к мужчине ничего тогда он и не является для меня подходящим и достойным и доля истины в этом есть доля правды в этом есть но какая здесь другая проблема если мы посмотрим на большинство союзов на большинство отношений большинство свадеб большинство семей то мы там увидим что большинство девушек и женщин выбрали мужчину вступили в отношения с мужчиной именно по этому критерию потому что женщина что-то почувствовала она почувствовала какую-то эмоцию бабочки в животе танцевали какой-то танец и большинство отношений начинается именно с этого и если это было единственно важным или единственно ключевым критерием тогда скорее всего мы бы не видели такое количество разводов тогда скорее всего мы бы не видели такое количество не счастливых трудных отношений поэтому из этого мы можем сделать вывод что бабочки в животе это несомненно важно ощущение интуиция влюбленность любовь это безусловно важно но это не может быть единственным критерием дальше если мы поговорим и начнем спрашивать женщин которым за 30 30 35 40 или еще старше как ты поймешь что мужчина достойный подходящий тебе большинство из них не будет говорить что интуиции или я почувствую у этих девушек и женщин уже преобладает больше логическая часть они будут скорее всего описывать мужчину по критериям чтобы надежные сильные целеустремленные не пил не изменял и так далее то есть у этой аудитории будет преобладать логические критерии и почему так потому что у большинства из них уже есть негативный опыт когда они выбирали мужчину только лишь по чувствам только лишь по ощущениям у них уже где-то знаете там на подсознании есть такой какой-то переключатель который дает сигнал который им так сказать сигнализирует что нет если ты будешь выбирать мужчину по ощущениям по интуиции по влюбленности то это вообще ничего не гарантирует и скорее всего может приведет каким-то негативным последствиям которые были в предыдущих отношениях поэтому чаще эти девушки и женщины склонны уже к более логической части но какой здесь есть минус которую большинство не учитывают какая проблема в мышлении излишней рационализации излишней логичности то что там отношения пресные и там нет любви и часто эти женщины делают такую ошибку что но мужчина же заботится но он же вроде как ко мне хорошо относится то есть у нее есть какое-то доказательство обоснование но нам же так классно общаться или же нам так классно проводить время вот все пьют а этот не пьет ну хороший же мужчина до или все эти мужчины бабники а этот дни бабник ну нормальный же да ну нормально то есть она как бы рационализирует и она вытесняет на на дальний план отводит то что к нему нет чувств но ей кажется ну мы сейчас будем друг другом стараться притираться и чувства скорее всего возникнут да или же это неважно думает она или он думает ну вот мы сделаем ребеночка и будет какой-то новый этап отношений либо же самая грубая форма это когда девушка или женщина выбирает мужчину вступает в отношения по расчету по расчету финансовому либо по расчету еще раз вот ей хочется заботливого надежного мужчину а те в кого она влюблялась это может быть были какие-либо альфонсы либо нарциссы либо тираны абьюзеры а этот не тиран не абьюзер и не нарцисс чувств к нему нет но логика говорит что вот с ним как-то будет надежно как-то с ним не будет той опасности где могут реализоваться подсознательные страхи этой девушки или женщины если говорить про первую группу женщин которые выбирают мужчину только лишь по интуиции по ощущениям и так далее какую там они ошибку делают они не учитывают логичных факторов они игнорируют поведение мужчины они судят мужчину только по этапу ухаживаний они не разбираются с тем насколько общие цели насколько общие ли разные взгляды на важные вопросы в отношениях такие как секс финансы измены воспитание детей переживания кризисов переживания трудностей распределение финансов в отношениях там поведение после развода как можете а мужчина вести либо вел себя в предыдущих отношениях то есть там чувства настолько велики вот эта эмоциональная часть и девушке кажется что дать то пофиг на эту логичную часть не до этого но с ним же но такое эйфоричное состояние но также круто поэтому если мы так классно друг другу относимся у нас такие ощущения что дальше значит как-то автоматически само собой будет складываться и это конечно же большая ошибка потому что истинные отношения познаются не в на этапе эйфории не на этапе очарованности друг другом а как раз на этапе переживания сложных моментов конфликтов кризисов сложностей и вот там люди показывают себя настоящими и конечно же если вы хорошо разбираетесь психологии либо психологии отношений тогда вам будет легче понимать и себя как личность и у вас будут сформированные фундаментальные критерии которые вы точно уже игнорировать не будете в общении в коммуникации во взаимоотношениях на первых этапах с мужчиной поэтому отвечая на вопрос а как же правильно выбрать достойную мужчину к счастью или к сожалению я считаю что это два не побоюсь этого слова равнозначных факторов и логика и чувство и ощущение и какая-то рациональная часть если вы выбираете мужчину только сердцем вы рискуете не совпасть на уровне логики и рациональности то есть вы рискуете с тем что поведение мужчины в определенных ситуациях вас будут бесить раздражать разочаровывать и так далее выбирая мужчину только лишь потому как он относится на первых этапах только лишь потому как он ухаживает только лишь потому что он не абьюзер не тиран не нарцисс не альфонс а в целом какой-то неплохой или в целом хороший человек и вы если подсознательно чувствуете что вы не любите этого мужчину но не любите его да то это рано или поздно будет тоже проявляться в отношениях потому что это неудовлетворенность внутренняя она будет накапливаться и она будет искать место куда выйти наружу а если вы будете это в себе подавлять терпеть это может перейти на этап психосоматики и поэтому тут тоже важно не врать себе поэтому важны два фактора они равнозначны эмоции чувства сердце ощущения эмоциональная часть и второй фактор это логика это логичная часть это рационализация это то например этот мужчина зарабатывает деньги или нет а как он относится к достижению больших целей либо он он за комфортный образ жизни либо он супер амбициозный и он любит жить в стрессах но зато ради какой-то большей цены ради большего приза до либо он вообще ни к чему не стремится как он считает там ребенка можно бить или нельзя бить когда он непослушный а как относится как он относится к женщине которую он разлюбил из которой он там развелся или которая там неправильно ведется по его мнению много моментов которые нужно прояснить я понимаю что вы сейчас хотите увидеть инструкцию а какие же моменты прояснить более подробно мы разбираем на бесплатных вебинарах который называется мужчина честная инструкция по применению бездрамной манипуляции где эти и другие темы мы разбираем максимально подробно где вы себя сможете еще больше понять как женщину свою психологию понять мужскую психологию 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 взаимодействия разобраться как исправить какие-то непонятные отношения созависимые токсичные отношения как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор как звать по-настоящему счастливые отношения где 1 плюс 1 равно 11 прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и успейте записаться бесплатно и конечно же вы можете возразить искать ярослав ну так тогда же все еще сложнее тогда получается ты усложняешь и так сложно найти мужчину которому есть хоть какие-то чувства до или сложно найти мужчину которые нормальные целеустремленные ответственные не абьюзер не тиран не альфонс не нарцисс получается критерий усложняется я понимаю и тут конечно же если у вас есть страх одиночества на вас давит общество что почему-то не замужем не в отношениях или почему у тебя нет ребенка то есть если вы зависимы от мнения окружающих если у вас есть ну чувство одиночества страх одиночества если у вас нет чувства целостности какой-то хотя бы какого-то уровня самодостаточности если вам срочно нужен кто-то лишь бы вам не было плохо тревожно одиноко печально и так далее тогда конечно же планочка будет понижаться и тогда вы можете сказать да главное что чувствует мужчине нормально да ладно не чувствую ничего главное что мужик надежный не изменяет там или деньги дает или не пьет и нормально это ваш выбор ваш выбор если вы стремитесь действительно гармоничным отношениям если вы к отношениям относитесь не как к спасательному кругу если вы к мужчине не относитесь не как в волшебнику на голубом вертолете а где вы понимаете что мужчина и женщина это равные партнеры и мужчина вашей жизни будет приумножать то что есть внутри вас если вы хотите в жизни лучшего большего преуспевания благополучия то важно начать работу с себе себя и это самая благородная работа работа над собой то что чем больше вы инвестируете внимание работе над собой проработки свои каких-то травм для проработки своих личностных качеств тогда и партнеры вы по-другому к себе начинаете относиться у вас другая самооценка и соответственно когда ваши отношения к себе меняется отменяется и отношения мужчин к вам меняется окружение мужчин меняется мышление другие идеи возникают другие выводы другие решения другая смелость поэтому конечно же как бы это не звучало банально самое лучшее это работа над собой и конечно же этот термин он исковеркана в интернете потому что многие думают что работа над собой это читать книжки читать психолога в instagram заниматься иностранным языком ходить на танцы тренажерный зал это все хорошо и это важно но этого недостаточно для того чтобы избавляться от одиночества для того чтобы становиться действительно по-настоящему они наиграно самодостаточной поэтому если вы подробно хотите в этом разобраться тогда прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и успеете записаться бесплатно если это видео было полезно тогда прямо сейчас ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите колокольчик и пишите ваши комментарии спасибо и до встречи в следующих видео пока а